Его зовут Жан-Мишель Ваперро. На данный момент он живет в Санкт-Петербурге, но так он вообще француз, и он жил и работал в Париже достаточно долго. Он был учеником Жака Лакана, и одновременно он был математиком, и, собственно, он и есть математик, профессор математики, с которым Лакан много консультировался. И сейчас такая счастливая возможность, что Жан-Мишель приехал в Россию, то есть это почти случайно произошло, просто повезло. И вот в рамках его приезда мы сейчас на одном из событий, которые планируют здесь состояться. То есть будет основной семинар в субботу-воскресенье, и будет еще выступление в Институте психоанализа, и вот выступление здесь, которое будет посвящено паранояльному преступлению, и речевой практике, которую можно ему противопоставить. Примерно вот что можно сказать в паре слов о Жан-Мишелье воперой. Я думаю, что, собственно, мы начнем и передадим ему слово. Примерно вот что-либо. Я буду говорить как читатель, написанного Жаком Лаканом. В психоанализе есть книги Фрейда, написанные Фрейдом. Это книги, написанные на немецком. И есть на французском. Есть учение доктора Лакана на французском. Он занимался 27 лет, который в течение 27 лет делал устный семинар. И когда я начинал читать Лакана, тогда существовал лишь только первый том его книги, которая называется написанная. И вот я и есть читатель этой книги, этого написанного. И я присутствовал на последних годах этого семинара Лакана. Последние годы, когда этот семинар проходил, я присутствовал. И вот второй томик вот этих икрей Лакана, он появился только лишь в 2001 году. И вот в те годы, с 80-х по 90-е, я путешествовал, и с собой у меня были только ксерокопии вот этого второго тома и икрей. Потому что все читали семинары Лакана, читали первый том и икрей, но второй том и икрей никто не читал. Я вам рассказываю, это для того лишь только, чтобы вы поняли, почему мой комментарий может отличаться от того, что говорят другие психоаналитики и другие Лаканисты. Ибо мы здесь призваны говорить, было предложено говорить здесь об одном очень особом вопросе, и что вопрос сегрегации и в особенности вопрос антисемитизма. Так вот, вопрос сегрегации и антисемитизма, я их отличаю. Потому что, например, Левистрос, он объясняет, что язык, он по своей природе сегрегативен. В Турди, в таком тексте, как и Турди, Лакан эксплицитно пишет. У нас человеческие расы, это так же, как виды животных. Другими словами, символическое – это различие. И антропологическая черта, которая свидетельствует об этом различии, это появление надгробия. Мы не просто как животные это делаем. Мы, конечно, млекопитающие. Но мы не очень развитые млекопитающие. Наоборот, мы недоразвитые млекопитающие, которым требуется символическое для того, чтобы выжить. Потому что характеристика живого – это воспроизводимость. Нужно сказать даже не персеверой, это персеверой. Персеверой – это персеверой, это персеверой. Да, то есть, да, я согласен. Это настойчивость, спасибо. Другими словами, наша характеристика – это некоторая настойчивость. Я прочитал это у Джорджа Канггилема, который еще и медик. Он делал и философию медицинного. Он написал такую статью про жизнь и про животное. И его очень интересовала разница между живым организмом и машиной. И Лакан его цитирует этого Канггилема. Я думаю, что этого автора не слишком читают. Я дам несколько ссылок. Мне кажется, это потому, что это достаточно сложная категория. И в которой есть большая путаница. И поэтому, чтобы немножко выпутаться, чтобы с этим разобраться, нужно ввести категории, которые будут хорошо определены. Например, различия, которые не учитываются некоторыми учениками Лакана. Лакан очень рано сделал различия между психической причинностью и безумием. И это было плохо принято его коллегами-психиатрами, что, собственно, привело к тому, что Лакан начал заниматься психоанализом. И вот нынешние психоаналитики, они думают, что вот эти понятия, они были для того, чтобы как-то противопоставить себя психиатрам. И что это никакого не имеет отношения к психоанализу. Но, на мой взгляд, это ошибочно. Что я хочу сказать, что вот эти фрейдовские структуры симптомов, а именно невроз, перверсия и психоз, и даже психоанализ, это такая фрейдовская структура. На самом деле, вот эти сами по себе, эти структуры, вот эти перверсия, невроз и психоз, они сами по себе неплохие. Мы не можем сказать, что это плохо. Мы не можем их судить о них как о чем-то плохом или о чем-то хорошем. А вот вещи становятся действительно плачевными, когда появляется безумие. И в том виде, в котором Лакан предложил нам определить это безумие. И вот он определил безумие, он определил безумие как непризнание. Делая комментарий. Делая комментарий, что непризнание – это не совсем неведение. Что непризнание – это когда вы знаете, но отказываетесь признать. Отказываетесь признать то, что знаете. Не признание – это когда вы знаете, но отказываетесь признать то, что знаете. Я вам дам очень простой пример. И вот когда я начал свою практику аналитикой, я был очень удивлен, когда встретил молодых людей. Вот эти молодые люди мне говорили классная штука бессознательная. Я говорю всякие глупости, всякую чушь, но ответственным за это является оно, мое бессознательное, а не я. И вот тогда-то я решил задаться этим вопросом. Понимаете, психоанализм – это не такое объявление свободы. Это не про вот эту вот свободу мысли, свободу речи. Нет. Вот для того, чтобы обойтись с этим непризнанием, нужно говорить о некотором решимости, об ангажировании субъекта. И это решение. И мы не являемся саммнамбулами. И мы зависим от языка. Нет никакой фатальности, мы не саммнамбулы, и мы зависим от языка. И нужно отметить, что вот Фрейд, когда он предложил свою формулу «там, где было оно, должно явиться мне», это предложение об эмансипации, о том, чтобы освободиться от зависимости, но это не петиция, которая говорит о свободе. И вот, Лакан противопоставлял безумие и психическую причинность. И психоанализм – это такая практика, которая стремится к независимости, к эмансипации. И вот, исходя из этого, потом мы можем уже говорить о психической причинности. И это приводит к определению фрейдовских структур симптома. Вы знаете, нет плохих симптомов, но вот вокруг этих симптомов есть плохой подход к симптомам, есть безумие. И я добавлю, что мы не являемся животными. Даже если у нас тела млекопитающих. Мы не являемся, тем не менее, животными в том смысле, что нам нужно что-то еще, чтобы выжить. И первое, с чего я бы начал, это с того, чтобы отделил природу, которую можно рассматривать как воображаемая, и символическую, то есть язык. И исходя из этого, мы можем сказать так, что символическое падает на тело, оно захватывает тело. И есть две составляющие, которые можно считать прегенитальными, которые имеют место до нарциссизма. Лакан замечал однажды, что мы не можем говорить о периоде до-эдиповом, потому что это немыслимо. Тем не менее, он предлагал говорить о догенитальных фазах. И вот, в своем последнем... и он отмечает в своей последней лекции в Париже... Он делает некоторые высказывания по поводу травматизма. Вы, например, если откроете Фрейд, вы тоже можете у него почитать про этот вопрос травматизма, который приводит к тревоге. И вот мне кажется, Лакан как-то специально подождал своей последней лекции на своем семинаре, чтобы только тогда нам сообщить о том, о вот этом травматизме, чтобы нечто о нем высказать. То есть нечто высказать о факте, который и является или предшествует вхождению субъекта в язык, который связан с этим вхождением субъекта в язык. И вот Лакан на этой лекции говорит, мы все травматизированы, травмированы, простите, мы все травмированы непониманием родителей. Фрейд остановился на высказывании от Ранка, то есть это теория Ранка, что мы травмированы актом рождения. Это рождение, то, что нас травмирует, и в отличие от этого, да, у Лакана некоторое другое объяснение того, что нас травмирует. И Фрейд очень часто задавался этим вопросом, вопросом травмы. Например, вот этой первосцены. То есть первосцены, это когда ребенок вдруг становится свидетелем эротической сцены родителей. И вы знаете, Лакан отмечает, что ребенок начинает быть травмированным в тот момент, когда он замечает, что его родители никак не заняты самим фактом того, что они говорят. И что функция речи, это еще и акт высказывания, это не только язык. Есть позиция, поза того, кто говорит, и которая изначально предстает как некий императив. Вот сейчас, когда я говорю, конечно, я могу там как-то немного кривляться, но еще у меня есть некоторая ответственность, потому что, когда говоришь, то задействуется это измерение императива. И вот Лакан делает акцент, когда говорит о травме, он делает акцент именно на измерении речи. У очень маленьких детей это. И это при открытии этого, при встрече с этим разочарованием. Так вот, в чем стоит это разочарование, так оно стоит для ребенка в том, что родителей больше интересует содержание их речи, нежели тот факт, что они говорят. И Лакан говорит, что вот это и создает некую Деру, которая, если говорить инициалами, называется ДЕИ, потому что по-французски она называется ДРУАТ АНФИНИ. Это переводится бесконечная прямая, но ДЕИ, это как бы Лакан используется именно аббревиатуру. ДРУАТ АНФИНИ, ДЕ, АНФИНИ И, ДЕИ. На русский бесконечная прямая. Если вы заметили, то вот это название ДЕИ, ЛЯ ДЕИ, с артиклем женским, это способ, которым Лакан немножко феминизирует Бога. Потому что на латыни Бог это ДЕИ, и Лакан употребляет перед ним артикль ЛЯ, и тем самым его феминизирует ЛЯ ДЕИ. Это объясняет, что мы не можем претендовать на то, чтобы относиться к... А, что мы не слишком уж серьезно относимся к атеизму. Пардон, но мы не можем серьезно? А, мы не можем... Вот, простите, пожалуйста. На самом деле речь о том, что мы не можем на самом деле всерьез стать атеистами. Вот что говорит Лакан этим. Атеизм... А, теизм, пардон. Так вот, и напротив, теизм возникает, появляется, начиная с травмы, исходя из травмы. Единственные настоящие подлинные атеисты, это аутисты. Но это приводит для них к некоторым сложностям и в органическом развитии, и в некотором социальной жизни. Они не испытывают, аутисты, не испытывают отчуждения, которые приходят вместе с травмой. Они не испытывают эту потерю части объекта собственного желания, в отличие от тех, кто через эту травму как бы прошел, через это отчуждение. И вот эта потеря части объекта желания, которую Лакан называет «нехватка-нехватки», И вот именно это становится причиной тревоги. Причиной тревоги, первичного отчуждения, или «урвердранг», это, видимо, первовытесенная Фрейда. Это на немецком слове «урвердранг», кто не знает. Но есть и вторая составляющая в этом периоде детства, в этом прегенитальном периоде. И она называется «инкорпорация». И вот в этой области Лакан критикует Мелани Кляйн. Но, тем не менее, он говорит про «инкорпорацию». В том смысле, что тело символическое входит в тело наивное, в обычное тело. Но чтобы это тело языковое, чтобы это тело символическое держалось за тело физическое, физиологическое, это может произойти лишь благодаря тому, что стойки называли бестелесными. И это в этой второй составляющей эдипа, в этой второй составляющей эдипа мы обнаруживаем как раз ту фиксацию, которая позже приведет к психозу у взрослого. Вот что и объясняет, собственно, Лакан, когда он рассматривает вопрос предварительный к любому возможному лечению психоза. Я вам скажу страничку в книжке, в икре. Это в икре написанном. И вы можете найти это, издано на русском, собственно, этот вопрос предваряющий. И там не идет речи... Нет, он не говорит в этой работе про различия между психической причинностью и безумием. Он только лишь в конце текста этого скажет. В конце этого текста, который называется «Вопрос, предваряющий к любому возможному лечению психоза». После того, как он нарисует схему, которая, собственно, является началом его топологии субъекта. И вот там он нам объясняет... Где он нам, собственно, и говорит, что мы не можем рассматривать эти фазы как доэдиповые, но мы можем их рассматривать как догенитальные. И вот эти две составляющие, о которых мы говорили, о которых я отметил, они-то и сформируют такой определенный момент, то, что называется нарциссизм. И вы знаете, вы, наверное, знаете, что многие рассматривают нарциссизм как что-то такое плохое, что-то недостойное, что-то плохое. Это потому, что, к несчастью, Фройд в 26-й лекции по введению психоанализ говорил? «Да, в общем, в лекциях по введению, 26-й лекции по введению, Фрейд говорил, да». И вот эта 26-я лекция, которая называется «Либидо и нарциссизм», Фрейд в этой 26-й лекции говорит о таком известном случае паранояльного психоза, случае Шребера, и он говорит о нем как о неком нарушении нарциссизма. И в тот момент он называет паранояльный психоз, он называет его так, он называет его «нарциссический невроз». Это очень важная лекция, Фрейд, лекция 26. И вот стало общераспространенным, скажем так, это стала такой расшифровкой этого слова «нарциссизм», что когда мы говорим о нарциссизме, мы как бы часто думаем про эгоизм и про то, что мы такую значимость придаем самим себе. И вы знаете, сегодня даже во Франции есть такие философы, которые вдруг начинают говорить о нарциссическом извращении. Конечно, легко делать такие слова, как… Да, я перевожу. Легко такие вот выражения штамповать, производить? Так вот, сам по себе вопрос нарциссизма важен, и при этом нужно отметить, что нарциссизм – это не какое-то нарушение. Нарциссизм не является нарушением. А вот как раз сложности с нарциссизмом и вызывают проблемы, и приводят к проблемам. И я считаю, что нарциссизм – это уже попытка читать. И чтение – это нечто, что является сложным для субъекта. Потому что для ребенка, о чем идет речь? О том, чтобы, например, контролировать собственное тело. С опорой ребенок может начать… Для него идет речь о том, чтобы контролировать свое тело с опорой на образ, например, в зеркале, образ тела, который он воспринимает как тело чьего-то, кого-то другого. Я предлагаю вам характеризовать то, что в психоанализе называют нарциссизмом. Если мы будем следовать Фрейду и Лакану, Я предлагаю в этом следовать Фрейду и Лакану, а не тому, как, наоборот, обычно понимают это словечко «нарциссизм» в мире. Так вот, о чем же речь идет? Речь идет о том, чтобы найти ориентиры на некоторые территории. Вот, например, в городе Москва. Найти ориентиры, используя карту, некоторый план города. Нарциссизм – это практика, которая задействует… Смотрите, нарциссизм – это такая практика, которая обнаруживается между позицией внутренней по отношению к своему телу и тем, как мы видим собственное тело в чем-то внешнем, когда мы его воспринимаем как другого. Есть люди, которым почему-то есть субъекты, которым сложно, у которых трудности читать карту, чтобы сориентироваться на территории. И вот это различие между своей собственной внутренней позицией или позицией, которую переводят у нас уже на русский «интринсек» и позицией внешней, то есть позицией экстринсек, например, позицией на карте, И вот это различие стоит смешивать с различием «внутри» и «снаружи». Вот когда мы говорим про «внутри» и «снаружи», тогда, когда у нас, например, на плоскости нарисован круг. Или когда вы находитесь в замкнутом некотором пространстве. И чтобы оказаться снаружи, нужно пересечь границу, нужно пройти через дверь. Тогда как вот это различие между «интринсек» и «экстринсек», между внутренней позицией и внешней позицией, это различие между «интринсек» и «экстринсек», оно является различием, которое имеет место в нарциссизме. И в этом месте мы переходим, появляется новое измерение. Мы переходим от двухмерной плоскости, мы переходим к трем измерениям. И вот эта перемена количества измерений, она приводит к тому, что мы, на самом деле, не пересекаем границу, мы не проходим через дверь, чтобы прийти изнутри внаружу, чтобы выйти наружу. И вы видите, что, напротив, этот переход от «интринсек» к «экстринсек», простите, одну секунду, извините, это два термина, которые еще иногда переводят внутренняя геометрия и внешняя геометрия. Например, вы можете находиться на некоторой поверхности, например, на бублике, а можете этот бублик рассматривать в контексте некоторого пространства. И вот когда вы на нем, то это «интринсек», когда вы рассматриваете его в некотором пространстве, это «экстринсек». Чтобы немножко словарь у нас появился. Жан Мишель во-первых добавляет, что важно различать это различие между «интринсек» и «экстринсек» от различия между «внутри и снаружи». И есть люди, у которых есть сложности с таким вот упражнением, в таком различии. И вот почему я говорю о нарциссической сложности, о нарциссических трудностях. И вот почему я говорю, что то, в чем можно преуспеть в нарциссизме, касается чтения. И вот эта практика, восприятие собственного тела, которое мы видим как тело кого-то другого, является результатом двух составляющих. Во-первых, травмы, и во-вторых, инкорпорации. Но мы не имеем доступа к тому, что является догенитальным, к тому, что до нарциссизма. Другими словами, что психоз детский, например, в аутизме, или психоз, который уже появляется во взрослой жизни, И речь тут не идет о том, чтобы производить некоторое наблюдение, как иногда говорят, психоаналитическое наблюдение, как это бывает в случае неврозов. Например, говорят о таком психоаналитическом понятии, как перенос, они говорят как об эффекте инфантильного невроза. Так вот, есть детский психоз, есть взрослый психоз, и взрослый психоз не является повторением психоза детского. И вот вопрос, который был важен для Фрейда. И вот он говорил это на лекциях по введению. Фрейд заметил, что теория Юнга касательно психоза лишена какого бы то ни было интереса. По той простой причине, что Юнг не отдает себе отчет в том, как развязывается бред. И по этой причине, по моему мнению, по мнению читателя Лакана, и то, что Лакан отметил в ходе третьего своего семинара, в этом семинаре Лакан, говоря о психозе, начинает говорить о нем, исходя из того, как бред возникает, как он развязывается. Собственно, и в первом семинаре он кое-что сказал по поводу психоза. Это слово, которое Лакан взял у Фрейда, и которое на немецком звучит «Ferwerfung», и которое Лакан противопоставлял, опять же, слово, которое использует Фрейд, которое звучит на немецком «Fernäinung». «Fernäinung» — это отрицание. «Fernäinung» — это отрицание. И это отрицание, оно важно для неврозы и для перверсии. Тогда, как по отношению к психозу, Фрейд говорил о «Ferwerfung». И Лакан перевел на французский это слово «Ferwerfung» немецкое, он перевел его словом, которое, в свою очередь, на русский переводится как «Ferklusie». На французском он тоже звучит как «Ferklusie», и на русском тоже. Чтобы перевести это слово «Ferklusie», сейчас я сделаю несколько уточнений. Прежде всего, стоит отметить, что слово «Ferklusie» существует в грамматике по поводу отрицания в латыни. И вот это отрицание в латыни, оно всегда стоит из двух частей. Это как парантезы. Мы открываем парантезу и мы закрываем парантезу. Знаете, как скобки? Как мы открываем скобки? Как во французском «ne pa». То есть, отрицание состоит из двух частей. Я говорю, что это как парантезы. И Жан-Мишель, вы прочее, раз отмечаете, что это, знаете, как скобки устроено это отрицание вот в этих языках. Есть отрицательный элемент, который открывает скобку и отрицательный элемент, который закрывает. Элемент, который открывает скобку, мы называем дискордантным. И элемент, который закрывает скобку, его называют форклюзивным. И Лакан предлагал рассматривать психоз вот как закрытие. Которое мы больше уже не сможем заново открыть. Потому что это слово «форклюзия» в Франции также используется в области права. Дело, которое было, скажем так, закрыто и форклюзировано, это значит, что мы его больше никогда не будем открывать и заниматься им. И вот Лакан создает теорию возникновения бреда, развязывания бреда. На своем третьем семинаре. Чтобы отметить... Чтобы отметить сразу... Он делает это в рамках того, что происходило между Фрейдом и Юнгом. И вот Лакан начинает говорить о психозе, исходя из теории развязывания бреда. Я вам все это рассказываю, чтобы вы поняли ту сложность, которую ждет будущих психоаналитиков и тех, кто проходит анализ, анализантов. Сложность, которая состоит в том, чтобы читать Фрейда и Лакана. Что требует читать д'abord все тексты несколько раз. И так далее. И много раз читать целое множество текстов. И таким разным образом, от начала к концу и от конца к началу. Есть дефицит в психоанализе у лаканистов с этой вопросом о causalности в психозе. Есть трудности у лаканистов связанные с этой причинностью в психозе. Потому что Лакан не остановился. он не остановился на этой теории развязывания бреда. Нужно было дождаться 70-х годов, чтобы когда он снова начинает комментировать структуру психоза и бреда и психотического бреда. Нужно было дождаться когда он говорил и про Фрейда и про вот этого знаменитого психозика президента Шребера и потом чтобы он ввел новые понятия в этой области. Чтобы он сконструировал новую теорию в этой области. новую теорию психотического симптома. Это anciен теорий, anciен систем explicатив и что он предлагает такой вот новый симптом. отмечая что по сути определение симптома уже было введено Карлом Марксом в его книге «Капитал». Маркс говорит что симптом это anciен систем производства «Чем больше мы изучаем человеческую анатомию тем больше мы в итоге понимаем анатомию обезьян». это противоположен сегодня в психоанализе например, когда говорим о резилииенции в феномене этологическом животных объясняют что-то объясняют что-то в положении субъекта и языка. И это совершенно противоположно тому, что делают даже некоторые психоанализы, когда они изучают поведение животных например, для того, чтобы потом исходя из этого как-то прийти к объяснению людей. Итак, перед нами сложные вопросы. «Я думаю, здесь есть трудности» которые demand практики для лекции constant и которые могут нужны несколько лет. И все это требует такой перманентной практики чтения которая может длиться годами. «Донк ла форклузион, c'est-à-dire л'эксклузион dans la psychose. De quoi s'agit-il?» Так вот, вот это форклузие или, можно сказать, исключение в психозе, о чем здесь идет речь, что оно подразумевает? «Пуле деклanchement du délire, Lacan a parlé de la форклusion des signifiant du nom du père». Так вот, по поводу развязывания бреда, в контексте развязывания бреда, Lacan говорил, что форклузии подвержена означающая имени отца. И вы voyez, он говорил об этом в 1966 году. И в 1976, c'est-à-dire ans plus tard, он стал говорить о форклузии и он уже говорил не о развязывании бреда, а о причинах психоза. Он стал в фройде, который форклузии спешил паранояк как это речь от форклузии. Отделяя себя от фройда, который рассматривал паранояльный психоз как отказ от собственного гомосексуального влечения. И Лакан не противостоит фрейду, но он не противоречит Фрейду. Он не противоречит ему. вопрос как только в том, что психотик отказывается от собственной гомосексуальности, как это сегодня называют гомофобия. Вопрос не только в этом. фрейд 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 не раз замечал исходя из своего клинического опыта. И несколько раз возвращался фрейд вот к этой причине паранойи, то есть к такой главной основной причине. Он даже написал такую статью про случай психоза, который как бы противоречит психоаналитической теории. Это случай бреда у одной молодой женщины. Такой случай бреда, в котором, казалось бы, речь вообще не идет ни о каких вопросах гомосексуальности. Но, тем не менее, Фрейд нашел также отказ от гомосексуальности, от собственной, так и в этом случае тоже нашел. авансе мы можем ввести вместе с лаканом мы можем сказать, что речь не только о гомосексуальности, но и о читабельности, о том, что поддается прочтению, о чтении, вот что подлежит отвержению в психозе. И вы видите, что если паранояльный не приходит к тому, чтобы читать, например, в том измерении, что есть различия между мужчиной и женщиной, но есть дополнительное различие между гомо и гетеро. Да, это Фрейд, он, собственно, получил свою теорию из опыта с субъектами. И даже он, собственно, в своем собственном анализе пришел к этому, потому что про себя лично он сказал, я преуспел там, где параноик не справился. Вы видите, что мы можем расширить это понятие отказа от гомосексуальности до отказа от чтения. в том, где параноик А вот в случае гомо и гетеро, это не написано на лбу. Нет такого маркера, который написан, который на каждом из нас бы написал, вы гомо или гетеро. Мы не знаем этого, короче говоря. И мы можем характеризовать паранойю как такой особый интерес для паранойки, который имеет место в языке, в символическом. Так вот, чем заинтересован паранойка, так и тем, чтобы все кодифицировать. Он хочет, чтобы между элементами было такое соответствие одного к одному. И вот то, что я говорю вам про это различие, важно заметить, что символическое. Другими словами, языки, есть языки. Некоторые называют это... Пожалуйста, помогите перевести различия между вами. Это речевая способность. Некоторые были периоды, когда некоторые говорили о речевых способностях. Ну, о языках, которые используют для того, чтобы говорить. Точнее так лучше. На самом деле, в символическом есть языки, но нет вот этих различных... Простите, все, пожалуйста, есть слово «lang» во французском и есть «langage». Они оба иногда переводятся на русский как «язык». И «langage» — это скорее имеет отношение, может быть, какой-то профессионал по-французскому скажет, имеет отношение скорее к языку, на котором говорят. «Манера говорить», например, это «langage». Хотя «манера говорить» — это немножко необычное, что это «langage». Ну, хорошо. Да. Преско. Так вот, я вам сейчас уточню то, что нам важно, если мы читаем «Lakana». Важна разница между речью или устным и письменным. Вы знаете, животные умеют говорить. Они говорят посредством миметизма. Но они не умеют ни читать, ни писать. И Лакан, в своем стиле, делал такие постоянные шутки в ходе своего семинара, шутил всегда. И вы что, действительно верите, что кто-то читает «Приход весны»? «Ласточки», что «Ласточки» действительно... А, да, «Ласточки». Что «Ласточки» могут прочесть «Приход весны». И также в своем семинаре, посвященном идентификации, в последней лекции, Лакан подчеркивает... Идея, что Аристотель допустил такую серьезную ошибку. Вы знаете, Аристотель воспользовался игрой слов между универсальным, между Богом, между всем и природой. И он воспользовался игрой слов. Он сказал, что Бог природы умеет читать и писать. А вот Лакан сказал, что ни Бог, ни животные не пишут и не читают. Посмотрите в Библии, Бог говорит. Но это Моисей писал эти дощечки с законами. Так вот, в природе, среди животных, конечно, речь имеет место быть, и это имеет отношение к воображаемому. Но вы видите, что вопрос живых, вопрос этот приводит к некоторой путанице, что мы не можем отметить различия, отделить друг от друга. Мы не можем отличить, что мы рождаемся такими недоразвитыми. И нам, чтобы выжить, чтобы перерасти свою физическую недоразвитость, мы опираемся на язык. Лакан даже писал, что есть рациональное в реальном. И что это рациональное позволяет нам, собственно, перерасти нашу недоразвитость, как млекопитающих. И что, исходя из этого, наше тело будет трансформировано языком. И это то, что Фрейд называл немецким словом «трип», что неверно переводить словом «влечение». Но еще хуже, когда немецкое слово «трип» переводит словом «инстинкт», как делают это англичане. Так вот, и есть другая гипотеза, которая позволяет нам констатировать, что есть языки. Да, есть языки. И, вы знаете, упражнение в языке будет иметь эффекты на наше тело. Я могу еще кое-что сказать. Что эффект языка на наше тело приведет к такой дивертификации. Вы видите, мы выживаем, трансформируя свое тело. Выживаем от детства к взрослому возрасту. Но еще все, к чему мы притрагиваемся, где бы мы ни жили, что бы мы ни делали, мы все, к чему мы притрагиваемся, мы тоже трансформируем. Да, и это, конечно, существует уже очень давно. Об этом свидетельствуют антропологи и этнологи. Мы потом встречаем неолитический период, после чего мы встречаем... Вот что я описываю Леви-Строусс. И вот сейчас мы приручили животных. И мы делаем еще кое-что. Мы производим некоторые гибриды. Это то, что называют расы, национальности. Но, что важно, так это язык, который производит все эти различия. И мы не можем быть сумасшедшими. Мы не должны не признавать тот факт, что мы являемся субъектами языка, что мы являемся субъектами символического. Все, что мы продуцируем как акт, как некое действие, всегда модифицирует мир. Я, конечно, вообще не экологист, не эколог, но я могу сказать, что мы еще, оказывается, имеем некоторую ответственность, потому что мы в вопросах уничтожения Земли. И Леви-Строус написал такую чудесную книгу «Печальные тропинки», где он... Еще у нее такой подтитр есть «Конец путешествия». Это факт в том, что если вы все еще ищете место на Земле, где есть лишь природа, и вы можете найти это место, но оно находится на самом дне океана или в самой гуще амазонских лесов. Или на крайнем севере, где очень холодно. Так вот, активность, деятельность субъектов языка, которыми мы являемся, для того, чтобы выжить, и, конечно, не трансформировать все вещи, к чему бы мы ни притрагивались. Можно заметить, что животные, они питаются, воспроизводятся, размножаются в тех же условиях. Они делают уже сотни лет, но всегда почему-то одним и тем же способом. Тогда как мы, nous avons une manière de dormir, une manière de manger, de faire de la cuisine, qui est diversifiée sur toute la Terre. У нас способы спать, готовить еду, кухни, они ужасно разнообразные повсюду на планете. Moi, je ne considère pas ça comme une supériorité, mais venant d'une infériorité, c'est une manière de survivre. Et ça nous impose une responsabilité dans ce que nous faisons. И это, собственно, приводит к тому, что мы должны быть немножко ответственными за то, что мы делаем. On ne peut pas méconnaître, être fou, et négliger ce fait. C'est-à-dire que je suis de l'avis, par exemple, d'Einstein, quand il écrit à Freud. Вот, например, Эйнштейн, который писал Freude. Il essaie d'expliquer à Roosevelt, le président américain, qu'il ne faut pas faire la bombe atomique. En disant, moi j'ai écrit la relativité, c'est une œuvre d'intelligence pour expliquer la structure de la matière. C'est vrai qu'on peut faire une bombe avec, une arme redoutable, mais il ne faut pas le faire. Et donc, vous voyez qu'il écrit à Freud, parce que... Pour avoir de l'aide, pour argumenter. Freud lui répond d'une manière un peu à côté. Freud avec son... Son accuilité, sa pertinence. Freud avec son... Vous savez, nous sommes-nous pacifistes ? Freud lui répondit, vous savez, me ne pas tellement... Me ne pas tant intéressent le question, pourquoi la guerre, mais il meurt plus, pourquoi nous sommes-nous pacifistes ? C'est un peu à côté du problème. Et c'est un peu à côté du problème. Parce que Freud a parlé de la responsabilité du sujet même dans les rêves. Parce que Freud, il a parlé d'une responsabilité du sujet même dans les rêves. Donc, si je distingue la folie de la psychose... Et si je vais отличer la psychose et la perversie... Et si je vais отличer la psychose et la psychose... Et si je vais отличer la psychose, la névrose, la perversion... Et si je vais отличer la psychose et la psychose... Et la psychose, la perversie et la névrose... Ce qui s'agit de bien situer... Où est notre responsabilité de névroser, de perverser... Donc il y a deux fonctions de la psychanalyse. C'est préciser ce qu'il en est de la responsabilité du sujet... Du fait qu'il parle une langue, il y a deux effets. Il y a deux effets de l'analyse. C'est la responsabilité du sujet, qui est de la responsabilité du sujet... C'est de la responsabilité du sujet, qui est de la responsabilité du sujet... La névrosse et la perversie. A un autre fact, c'est que la névrosse est un objectif, qui est répulsif... Et la perversie est un objectif, qui est attractif. Donc, on va devoir construire un objectif, qui est à la fois attraquement et répulsif. Тот самый объект, который Винникотт обнаружил у маленьких детей, объект, который Винникотт назвал переходным объектом. Но речь не идет о том, чтобы сконструировать хороший объект. Это объект, который исходит из таких низких вещей, из таких отбросов, из чего-то неприличного, но для субъекта он может стать чем-то сублимированным. Это то, что приводит к тому, что некоторые, благодаря языку, становятся, например, художниками или музыкантами. Как мы можем создать эти объекты, которые имеют такую функцию, быть ни с чем не сравнимыми? И, собственно, и по отношению к психозу. Да, но и так же и в психозе, как и в неврозе и в перверсии, психоанализ призывает субъектов, собственно, к тому, чтобы суметь создать подобного рода объект. Этот объект, который в травме был потерян, мы можем его реконструировать. Но это не объекта речи, это объект письма. Я скажу, что гомофобия, антисемитизм, А еще отказ от чтения всего того, что не записано при помощи алфавита. Например, в письменности на иврите, где не записаны гласные, не пишутся гласные. Вот паранойки этого не любят. Они хотели бы, например, чтобы искусство репрезентировало что-то, ну, например, что-то, что было бы красивым. Тогда как художники, их не интересует репрезентация вещей. Они пытаются увидеть вещи, они пытаются, скажем так, изобразить видение вещей, но ни в коем случае не репрезентацию. Я хотел бы заметить, что вот в 30-е годы Мы видим, что цивилизация индустриальная цивилизация А кондуи а сет нувоте Де 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 крим паранояк демас Когда индустриальная цивилизация Привела нас к новому виду Массовых паранояльных убийств Как устроено паранояльное убийство? Оно устроено так, что паранояльный субъект, который не отказывается от чтения, пытается уничтожить то, что не поддается чтению. И в наши дни, вообще-то, мы все тут присутствуем Подобным вещам Я считаю, что уничтожение нацистами евреев Это, собственно, и есть пример паранояльного убийства Массового паранояльного убийства И то, что сделали американцы двумя атомными бомбами по отношению к японцам Это пример паранояльных преступлений Вот Лакан, в своем тексте, который он написал по мотивам своего путешествия в Японию Он сказал, что японцы это исключительные читатели Это люди, которые читают Они читают вместо того, чтобы все кодифицировать, чтобы создать код И что японцы даже психоаналитики не нужны Потому что они умеют читать И математикам тоже психоанализ не так нужен, если они являются математиками Потому что математики пишут и читают очень специфическим образом И то же самое мы видим в иудаизме, простите, в иудаистской традиции Касательно, например, чтения Талмуда И первое, что мы должны сделать, это взять ответственность Что мы субъекты языка и что у нас вообще-то трудности с чтением и с письмом Вот, например, еще один пример параноиального преступления Который вы можете найти в таком романе Музиле Который называется «Человек без качеств» Речь о параноике, который убил проститутку В темном таком местечке Ну, где-то, в общем И еще один пример Это то, что Жан-Жаней описал Как две служанки, сестры Папан Они, собственно, убили своих хозяев Не описал, простите, этот фильм, да? Жан-Жаней объясняет крим параноиак По отношениям между слугами и господами их И Лакан написал текст по поводу, собственно, этих сестер Папан Да, 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 я понял То есть его объяснение, то есть потом будет получше свое развитие И он говорил для сестер Папан Когда он рассматривал сестер Папан Тогда он начал говорить, Лакан, в ту пору По поводу ревнивой такой гомосексуальности Между двумя сестрами А в то время как Жан-Жаней рассматривал эту историю Как историю отношений между двумя социальными классами Так вот, в эти 30-е годы Жан-Жаней, Музил, Лакан То есть такие достаточно сильные интеллектуалы Прогрессисты Они были заинтересованы параноиальным убийством Я считаю, что вопрос параноиального убийства масс Не может быть решен кем-то одним Вот почему я, собственно, практикую психоанализу Но еще имею некоторую перспективу Что появится некая социальная связь В рамках которой каждый из нас мог бы Потому что мы могли бы говорить каждый из нас Об этих трудностях с чтением Я считаю, что ответ на параноиальный дискурс Это дискурс аналитический Как социальная связь Вот что можно противопоставить Дискурс психоанализа параноиальному убийству Конечно, психоанализ, я считаю, это должен быть достаточно личным для каждого момента И что мы не можем требовать от кого бы то ни было этот анализ свой проходить Фрейд и Лакан предложили нам незнание, собственно, не истину Но они предложили нам практику И это, вообще-то, достаточно сложная практика Который требует чтения И д'écrire И письма Для того, чтобы скорректировать объект Для того, чтобы объект суметь сконструировать Объект психоанализа Для невротиков, для первертов и для психотиков И что, по-другому, чтобы скорректировать объект Il faut se rendre compte Что, когда мы говорим, мы говорим И что, когда мы говорим, мы делаем всякие... Мы, так или иначе, производим всякие глупости И нужно это учитывать, чтобы воссоздать, собственно, объект И это объект желания Который мы не можем, как бы, передать И в этом-то и состоит объяснение того, что нет психоаналитического сообщества Есть социальная связь, но сообщества нет И это, на мой взгляд, такая цель цивилизации И мне кажется, что цель цивилизации не менее важная, чем... А, что это не менее важная... Что это не менее важный вопрос для цивилизации Чем вопрос вот этих... осушения, высыхания морей Это цитата Фрейда, говорит Жан Мишель Поэтому, возможно, кто-то и помнит В Я и Оно Цитата Фрейда Это психоанализ, это цель цивилизации Задача, стоящаяся перед цивилизацией Такая же важная, как и высыхание того, что... Последнее слово я не могу понять В общем, какого-то моря А, что-то в Голландии Где-то что-то в Голландии Что-то там осушили Чтобы... С морями, в общем, что-то Надо Фрейда почитать, в общем, будет Жан Мишель предлагает здесь остановиться И... И предлагает задать слушателям вопросы Можно уточнить, когда речь была про ланг и лангаж Можем ли мы переводить лангаж как дискур? Ну, потому что было не очень понятно Я считаю, что этот вопрос Который может показаться таким незначительным Таким, как бы, простым Но это принципиальный вопрос Потому что, когда мы такие эрудиты У нас появляется такой словарь Список слов, который, на самом деле Мешает мыслить в большей степени Чем помогает Поэтому нужно быть очень внимательным К выбору слов Фрейд был очень внимательным Ну и, собственно, и Лакан тоже И вот это понятие Лангаж, языка Лакан иногда говорил Что лангаж Речевая способность Как мне записать Или некоторый Ну или язык устный Это то, как мы разрабатываем То, что мы творим, скажем так С языком, который ланг Поэтому нужно говорить сейчас о грамматике И потом о лингвистике Потому как сейчас Лингвистике пришел конец Благодаря ошибкам Которые начались с Сосюра И закончились вместе с Хомским И что я вам сегодня скажу И что я вам сегодня скажу А, вот что я вам сегодня скажу Что мне кажется Что Что я вам сегодня скажу А, вот то, что Жан Мишель сегодня говорил Вот это может позволить Сконструировать лингвистику Лакан заметил однажды Что бессознательно Является условием Возникновения лингвистики Он критиковал своих учеников Которые вдруг внезапно сказали Что бессознательно Что бессознательно Является условием Возникновения языка Он протестовал против этого лакана Что бессознательно Является условием возникновения лингвистики То есть дискурса Который изучает языки И чтобы избежать этого двойного использования Когда люди говорят уже о языках Но имеется это в виду о лангажах Об этих речевых языках А речи И это все лишь для того Чтобы избежать того факта Что языки Это то На чем говорят И то что каждый раз переизобретается Есть языки Которые будут записаны Потому что Слушающий Скажем Воспринимающий их Изобретает письмо И если мы будем заниматься Действительно лингвистикой То ключевой важностью Обладает различие Между языком устным И языком письменным А вот математика Это не язык Это письмо Тихое Молчаливое письмо Математика Это письмо У нас возникают сложности Когда перед нами категории Которые недостаточным образом уточнены Например, Лакан говорил Что бессознательность Структурирована Как язык Лангаж Потому что В другой раз В этой фразе Он обратил внимание На то что Он использовал Ком-эн И ком-эн И ком-эн И кем-эн 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 Но еще Он в этой фразе Обратил внимание На вот эти два слова Там такие слова Вот как Бессознательно структурировано Как язык Вот как Звучит по-французски Ком А потом язык Перед ним артикль Ком-эн Лангаж И еще Ком-эн Ком-эн Простите Это просто нечто Это значит слово Которое переводится Обыденный Ком-эн Да, как обыденный Обычный язык Поэтому Бессознательно структурировано Как язык Но еще можно сказать Бессознательно Обыденный язык В той эпоху Когда такие лингвисты Как бенвинист У интродуи Как мадам Кристоева На нотион Де лангаж О плуриел И вот Например Мадам Кристоева Они ввели Скажем так Они стали говорить О языках В таком множественном числе О языках В смысле Лангаж Я думаю Это неверно А вот Подлинная Как бы Сложность Стоит В различении Между Написанным И сказанным Потому как Я сейчас скажу Вещь Которая может показаться Противоречивой параноиком Но прежде чем Изобрести письмо Нужно сначала Научиться читать То есть Чтение возникает до письма Субъект Учиться читать До письма В нарциссизме Умение читать Это такая активность Которая Очень интересно Понять Что это Собственно Есть ли другие вопросы Почему все-таки У параноиков Проблемы именно С чтением А не с устной Речью Почему с этим связано Как это объясняется Я вам объясню Это именно исходя Из разницы Между травмой И инкорпорацией Потому что Аутистичный ребенок Отказывается Входить в речь В устную речь Исходя из факта Что родители Отрицают Собственно Речь Как акт высказывания Не как Язык На котором они говорят А именно Как акт высказывания Как сам факт Что они говорят Речь Устная речь Это приказ Это императив Есть такой профессор Философии Который Брис Парант И который написал Такую чудесную фразу Что наша речь Наши речи Это приказы Из вопросов Перформатива Перформативной функции Речи Но они интересуются Только лишь Грамматическими случаями А именно Перформативными глаголами И Дексисами В той степени Что говорить Это делать Одновременно Что говорить Совершать высказывания Это еще и совершать акт Но они рассматривают Но они рассматривают Не акт речи Не сам акт речи Не сам акт Говорения Но они рассматривают Речь Как Они рассматривают Просто Некое действие И Их Перформативность Начинает Интересовать Только лишь В области Ну Связанной С письмом Так вот Вопрос-то стоит Вот в чем Как же мы можем Научиться читать Еще до того Как мы поняли Что такое письмо И И При этом Чтение Это Вовсе Не обязательно Чтение Какого-то Языка Алфабетического Опирающегося На алфавит Вот например Психоанализ С чего он начался Он начался С чтения Снов С чтения Снов Который Сам метод Чтения Был Вдохновлен Тем Что сделал Шампальон И вот Еще я Говорил О математике Как о Тихом Молчаливом Письме Но Также Я мог бы Сказать Что это Достаточно Специфический Способ Читать Мне кажется Для понимания Паранойи Очень важным Является Вот этот вопрос Что такое Эти бестелесные О которых Говорили Стойки Что же И вот Стойки Говорили Что Бестелесные Это то Что иностранцы Не могут Понять Есть Что-то В речи Что Приводит Нас К чтению Например Это То Как Мы Можем Воспринимать Шутки Наша Способность Воспринимать Шутки Фрейд А Консакре Ан Увраж О Петти Малер Де Лави Котидиен Фрейд Одну Книгу Посвятил Психопатологии Обыденной Жизни Ком Ком Пар Эзем Психопатологии Лапсус У Лем Мод Esprit Вот А еще Таким Например Таким Вещам Как Говорки Лапсусы И Но еще И Шутки Астроты Но Еще до Письма Неолитическая Цивилизация Изобрела Мифологию Я думаю Что Изобретение Письменности Оно Является Таким Важным Скажем Так Разделительным Пунктом В История И Лес Корпорэль То 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 Дискур En Act C'est Адир En Mouvement И Вот Эти Бестелесные Которых Не Понимают Иностранцы Они Как Находятся Движутся В рамках Социальной Связи И Они Позволяют Читать Позволяют Понимать Но Что Что Им Сегодня Так Это Транскрипцию Того Что Говорил Гомер Ну Просто Это Была Транскрипция Это Была Записана Уже По Сталку Номер И Вы Видите ли Лакан Он Как бы Воспроизвел Эту Сложность Для Нас С Вами Потому Как Он В Течении 27 Лет Говорил У Него Был Курс Который Каждый Год Продолжался В течении 27 Лет И Да Действительно У нас Есть Транскрипция Этого Курса Но Это Совсем Не То же Самое Что Слушать Эту Речь Что Важно Вот Когда Я Говорю Говорил Лакан Так Это То Что Я Говорю Оно Как Входит В Уши И Вот Вопрос Чтения Возникают После Возникают После Вопросов Речи Это Вопросы Которые Чуть Позже И Они В В И Много Образ Из Различные Систем Письменности Казалось бы, вот, например, казалось бы, латинская греческая письменность кажется более точной, потому что она исходит из алфавита, который претендует на то, чтобы быть полным. Откуда эта идея полного алфавита? Она происходит, по сути, из идеи, когда мы имеем арабскую письменность цифр, которые также исходят из позиций, и поэтому мы можем обладать конечным набором цифр, чтобы записать, соответственно, бесконечное количество чисел, благодаря позициям, так же, как и в алфабетической письменности. И вот знаете ли, огромное количество людей путают точность и точность, регер и экзактитуд. Точность и точность. Просто регер переводится точность, экзактитуд, точность, но это две разные вещи. А, понятно, то есть подсчет должен быть точным, экзакт, строгость и точность, простите. Так вот, размышление, мышление должно быть строгим. Но в нашей эпохе математическая логика и вот эти аппараты электронные, они немножко путают нас в этой области. Например, благодаря психоанализу Лакана мы пришли к практике письма, которая вообще-то является достаточно оригинальным. Это практика письма, это письменность, называется топология. Вот, например, с опорой на такой объект, как узел, это происходит. А вот математики, напротив, математики, изучая узел, в отличие от психоаналитиков, они мечтают его заменить цифрами или тем, что называется у нас полиномой или многочленной, ну и, собственно, алгебраическими значками. Я считаю ваш вопрос достаточно важным, потому что Фрейд изначально рассматривал сон как текст, то есть как нечто, что вроде бы написано. А вот Лакан отметил, что вообще-то те, кто проходит анализ, анализанты, они свои сны рассказывают. И поэтому речь идет здесь не о письме, а обозначающем. Вот, например, о мофонии, она касается языка, ой, речи, речи. Но психоанализ, тем не менее, он имеет место с двумя этими измерениями, написанное и сказанное. И что я всегда говорю? Я говорю, что человек, который говорит, он всегда ошибается. Он все время допускает промахи, что-нибудь не получается сказать. И поэтому его невозможно исправить, его невозможно исправить, его невозможно адаптировать. Что бы об этом не думали, господа психологи. И напротив, если нельзя скорректировать того, кто говорит, то можно скорректировать объект посредством письма. И речь здесь заходит о букве, то есть в этом корректировании объекта, а не субъекта. Это имеет отношение к письменности, то, что позволяет скорректировать объект. Если я смогу сконструировать хорошо сконструированный объект, тогда я буду допускать больше, меньше. То тогда я буду допускать меньше промахов, если я хорошо сконструирую объект благодаря письму. Сегодня многие говорят про Альцгеймер, но сейчас я скажу, говорит Jean-Michel, про память. Вот если вы читали Бергсона книгу, которая называется «Материя и память», то... А, то в этой книге я обнаруживаю, что память – это некий акт. Да, память – это акт, это некое действие. Если мы будем себя перечитывать, то мы не будем публиковаться тем же способом. Это различие, которое не является ни в коем случае позитивным, позитивистским. Более-менее ответил ли я на ваш вопрос? Я предполагаю, что мы можем либо оснаться, либо... Можно последний вопрос задать и возможно, что мы и закончим. У нас есть еще какое-то чуть-чуть время? На один вопрос. Будьте любезны, прокомментируйте. Если речь идет о параноидальной практике в обществе, то какова ответная практика, аналитический дискурс, соответственно? Как он функционирует, как общественная практика? Спасибо. 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 Аналитический дискурс – это социальная связь, которую ни Фрейд, ни Лакан не смогли получить в свое время. Фрейд, вот, создал IPA, Международную психоналитическую ассоциацию, которая сейчас расположена в Нью-Йорке. Потому как он хотел иметь такую догматическую организацию, которая смогла бы сохранить термины его дискурса. И Лакан, собственно, похожую вещь сделал, когда сделал, скажем так, организацию, которая также связана с его дочерью. Но оба они, тем не менее, предоставили нам некоторые указания, что ли, каким образом была бы возможна социальная связь. И именно существование этой социальной связи обеспечивало бы то, что психоанализ мог бы иметь реальный эффект на социальную жизнь. Конечно, для каждого из нас эффект анализа – это его личный анализ, то есть это то, что в его личном анализе достигается. Но Лакан говорил о эффектах реальных психоанализе. Что это значит? Вы заметили, что Freud модифицировал свою деятельность, чтобы иметь отношения с сексуальными отношениями. Да, да, вот можно отметить, какой эффект произвел, например, дискурс Фрейда на социальное. Вообще-то он произвел следующий эффект, что немножко модифицировалось способ простить детей и немножко модифицировалось отношение к сексуальному. Но, к сожалению, вот эти модификации, которые произошли благодаря психоанализу, они немножко такие слабые, потому что они, по сути, не то чтобы сильно опираются на понятие Фрейда и Лакана. Потому что есть некая недостаточность понятий, потому что, да, они опираются на слабые понятия, то есть, да, то есть это понятие, которое вырабатывали уже продолжатели, да. Есть моды, и в каждом стране, как читать Фрейд, но это не дискурс аналитиков Фрейда и Лакан. Конечно, всегда была разная мода в разных странах, разная, скажем так, мода, как читать Фрейда и Лакана. Но это не совсем мода на то, как правильно что-то читать, это не совсем то, что там написано. И поэтому это не совсем аналитический дискурс. Это то же самое, что было отмечено по поводу вопросов различия между безумием и психической причинностью, что, по сути, симптом не является никаким заболеванием, это не психическое заболевание. Поэтому куча ошибок происходит из-за того, что дискурс плохо артикулирован, и этот дискурс, ну, его еще стоит, его еще предстоит сконструировать. Вы знаете, я вот старался читать Фрейда и Лакана, вот немножко отстраняясь от всего того, что вокруг них говорилось, от всего, ну, как бы, от всех тех интерпретаций, которыми так или иначе их учения обрастали. Сегодня я психоаналитик-беженец. Я не политический беженец, я психоаналитический беженец. И я эмигрировал в Аргентину. Не знаю, я работаю лучше, чем в Европе и в Атлантике. Мне лучше работать подальше от Европы. Я избегаю северную Атлантику, Европу и Америку. Потому что мы очень зависимы от того, что вокруг нас говорят. Я бы хотел, чтобы появилась социальная связь, которая имела бы реальные эффекты. И речь не о том, чтобы кого-то там скорректировать, а речь о том, чтобы действительно появились подлинные эффекты. Ну, вот во время каких-то встреч, коллоквиумов, но и также в обучении. Это отвечает ли на ваш вопрос? Кажется, что можно на этом остановиться. Спасибо. 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 Спасибо.